Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Сидникова. В сегодняшнем видео я еще раз покажу свою работу «Серебряный дождь» – это комплект, которая опубликовалась в журнале МОД 624. Вчера я ездила в редакцию журнала МОД за своими авторскими журналами. Сегодня мы также полистаем этот журнал, посмотрим, что там, чем нас там порадует. Я остановлюсь, конечно же, на моделях, которые мне особо понравились, ну, а каждый посмотрит и найдет что-то для себя. Вкусы у всех разные, мы все разные, и это прекрасно. И, конечно же, я поговорю еще раз об этой своей работе, потому что после публикации фото в сообществе, когда я только-только нашла фотографии в интернете, совершенно случайно, почему-то журнал МОД меня не уведомил о том, что прошла публикация моей работы. Ну, да ладно, там люди занятые, как бы я не обижаюсь. И еще раз остановлюсь именно на этой модели. Очень много поступило пожеланий сделать мастер-класс по этому платью. Конечно же, в журнале красивое фото, все это понятно, сразу хочется связать. Мои дорогие друзья, мои дорогие подписчики, мастер-классы уже давным-давно есть на канале. Сегодня я еще раз остановлюсь на этом. И под этим видео, конечно же, оставлю ссылки на мастер-классы или просто какие-то обзорные видео по этим работам. Остается вам только связать то, что вам нравится. Есть мастер-классы по узору, вот этот узор косы. Есть мастер-класс, как я вязала сумку, берет. Ну, все тонкости. На самом деле модель очень-очень простая. Единственное, что я не рассказала, не показала в своих видео, это начало работы, которая идет сверху обычными столбиками с накидом, регланом и небольшим ростком. Там все очень-очень просто. Таких видео полно на ютубе. Вы с легкостью можете их найти. Вот это единственный момент, который я не показала. Остальное все есть. Поэтому, конечно же, я не буду делать мастер-классы. Чтобы это сделать, если вы хотите по петельным, мне нужно связать еще раз это платье. Поймите меня правильно. Конечно же, я этого делать не буду. Ну, а у кого возникло желание, тот без труда. Вот, следуя моим видео. Там у нас, видите, какое дерево. Пуся полезла по дереву. Как-нибудь расскажу об этом видео. Ой, об этом дереве. Сегодня речь не об этом. Вы все найдете на канале. Сейчас еще раз поближе подойду и покажу эту красоту. Честно скажу, я не буду скромничать. Мне очень нравится эта модель. В том году я это платье просто затаскала вместе с сумкой. Сумка достаточно вместительная, держащая форму. Как, из чего, что, как я делала, все есть на канале. Пожалуйста, походите, посмотрите и все-все найдете. По поводу ниточек. Мои любимые шелковый блеск. Как вы видите, двух оттенков. В два сложения. Платье достаточно тяжелое. Я в видео говорю, сколько оно весит. Уже не помню. По-моему, килограмм-триста грамм. Это вот только одно платье. По поводу беретика. Вот, посмотрите, как красиво сделан край берета. Там просто обвязан вот этот вот рисунок, узор, вернее, косы крючком. Поэтому, вот об этом видео я говорю, как я делала воротничок. В общем, все есть, абсолютно все, кроме вот этой вот части. Это вот реглан сверху крючком с небольшим ростком. Росток у меня здесь буквально 2 сантиметра. Ну, как бы это на мою фигуру, на мой объем груди. Конечно же, у вас могут быть разные размеры. Но я думаю, что с этим не будет трудностей. Здесь все очень-очень просто. Обычные столбики с одним накидом прибавлялись вот петли вот здесь вот в линии реглана. Вот и все, в принципе. Кстати, в журнале, сейчас вот будем листать журнал. В журнале очень хорошо описана вот эта вот часть. Как ее делать? Можно даже сделать по журналу. Это то, что мне понравилось вот в описании в журнале. Дальше схема в журнале дана совершенно другая. Это я вам говорю сразу, что там совершенно другой рисунок. Узор, имейте это в виду. Если хотите именно вот такое платье, пользуйтесь моими видео. Там все подробно есть, как я вязала этот узор с дополнениями. Как я делала этот тамбурный шов. Вот он здесь тоже присутствует. Вот все это есть в журнале. Так что, мои хорошие, не ленитесь, пожалуйста. Читаем, смотрим и вяжем в свое удовольствие. Ну, а сейчас плавно перейдем. Я еще в этом видео хочу рассказать о текущем процессе платья золотое. И какой шок я вчера перенесла. Итак, я там уже вот приготовила журналы. Сейчас мы с вами их полистаем. На улице идет дождик. Такой медленный, релаксирующий. И вот то, о чем я говорила. Девочки, вчера я решила проверить вообще, насколько ниточки вытягиваются. И я постирала вот эту вот часть вязаного своего платья. И когда я его одела на спицы, кстати, рекомендую купить, ну, если не спицы Ади, то какое-то приспособление, леску. Я не знаю, как это можно сделать, чтобы посмотреть размер изделия, когда вы вяжете. Может быть, кто-то поделится, как вы это делаете. Я же начинающая вязальщица спицами. Поэтому не знаю. У меня в арсенале спицы Ади с соединительным элементом. И еще я, вот он этот соединительный элемент, стопор этот, который соединяет лески. Видите, тут леска вот красная. Здесь золотая леска. Это я дополнительно покупала вот эти вот лески для набора Ади Клик-Клик. И вот, насоединяв там целую кучу лесок, чтобы мне посмотреть размер вот вязаного полотна, потому что я вяжу китайскими спицами, я уже говорила, почему и зачем. И там размер тросика, там тросик, там не леска. Ой, какой удобный тросик, девочки. Я теперь, наверное, все спицы буду покупать с тросиком. Кстати, заказала такие же бамбуковые, именно китайские с тросиком. Когда придут, покажу. Ну, так вот. Все это я посоединяла и смотрю на размер этого полотна. Когда я это сделала, у меня был небольшой сок. Вы видите, что такой подолк платья. Ну, посмотрите, что это. Мне, честно говоря... Но вчера хотелось все это дело распустить. Потом, думаю, дай-ка я это дело постираю, посмотрю, что с ниточкой. Здесь же смесованная ниточка, шелковый блеск и итальянская морис. Как она себя ведет после стирки. После стирки она... Ну, то есть, петельки разгладились и прибавили в... Как это? В ширину получается, да? 3 сантиметра. И сейчас вот это полотно... Сейчас сантиметр упал. Сейчас... Вот, показываю конец. Видите? 77-78 сантиметра. Вот это вот то, что в камеру не помещается. У меня был честный шок. Я достала свое вот это платье. И думаю, дай-ка я померю подол. У меня же есть подобное платье, а силуэта. Дай-ка я померю подол в своем платье. То есть, вот здесь вот. И каково же было мое удивление, когда я увидела, что размер платья внизу именно такой же. Девочки, один в один. Вы можете себе представить. То ли это обман зрения, то ли это еще что-то. Я не знаю. Но, глядя на вот эту громадину вчера, я, честно говоря, испытала шок. Я думаю, ну как же я так просчиталась? Ну что же это вообще? Как я могла? А вообще оказалось все нормально. Все нормально. Единственное, что в моем платье вот отсюда где-то вот так пошло сужение. Ну вот, силуэт А пошел вверх. А здесь идет прямо. Но я думаю, что это не критично. Это можно сейчас еще поправить. Вот на этом этапе, да. И что я сделаю? Во-первых, я поменяю размер спиц с 3,5 на троечку. Или может быть сначала на 3,25, а потом плавно перейду на троечку. То есть, чтобы мое полотно пошло вот сужаться кверху. В описании там вообще идет на расширение. То есть, там вот такая форма. Вот такая дугой платье как бы идет. Ну, в общем, я, конечно же, подглядываю в описании, но делаю все по-своему. Так что вот, мои хорошие, вот такие у меня изменения. Дальше говорю, буду менять спицы. И когда поднимусь выше, сейчас нельзя просто здесь вот убавить петли, нарушится рисунок. А когда останется один элемент, который на расширении, ну, который участвует в нашем платье, да, там будет много лицевых петель. И вот там я как раз и уберу лишние петли. Там уже, кстати, по описанию совпадает. Там нужно будет убрать две петли в каждом рапорте узора. Поэтому я думаю, что все должно пойти как бы хорошо. Ну, если уж не получится, ну что делать? Мы же как бы вяжем, распускаем, распускаем, вяжем. А без этого никуда не денешься, потому что это опыт. Какие бы хорошие описания ни были, у нас то другие ниточки, то другая плотность, то другой размер, то еще что-то. Так что вот, мои хорошие, поделилась я с вами вот этим своим процессом. Напишите мне, как у вас там продвигаются дела именно по этому платью. Еще что я изменила. Я проскочила здесь один момент. Сейчас покажу. Вот так вот сейчас выглядит моя схема. Девочки, я же вчера в редакцию ездила. А, забыла вам сказать. В редакцию отвезла. Для новой публикации кардиган Восток. И сумку к нему. И еще отвезла свою тунику, вязанную в том году, которая называется Лесная фея. Если вставлю в это видео фото, получится, значит будут. Нет, значит оставлю в сообществе. Что я вам хотела сказать. Вот смотрите, я пропустила вот этот момент в схеме. Вот он. Когда вот эти ажурные ромбы уже не нужно вязать. Тут видите, один остается ажурный, вот где у нас изнаночные идут. То есть тут чередуются. Видите, один ромб из лицевых петель, один ряд. Потом ряд идет вот ромбики с ажурные, то есть с изнаночными петлями. И вот здесь вот уже не нужно было вязать вот этот ажурный ромбик. А я провязала. И как бы ниточка очень сложная, очень скользкая. Она красивая, все, но скользкая. Чтобы не распускать и не перевязывать, я решила просто добавить еще один ромбик. В итоге у меня вот эта кайма будет немножко шире. Так что вот смотрите, кто уже вяжет, не пропустите вот этот момент, что вот после вот этого ряда ажурных ромбиков с изнаночными петлями дальше идут уже ромбики на лицевых петлях. И остается вот этот один центральный, который будут потом вот так по плате идти. Вот такой момент. Итак, давайте полистаем журнал мод 624. На обложке журнала, по-моему, модель Инны Гамус очень часто публикуется. И вот такая кофточка. Вот эта кофточка, я просто от нее в полном, в полном восторге. Мне все нравится в этой модели. Модель Валентины Никифоровой. Посмотрите, какая прелесть. И схема в этом журнале, по-моему, дана правильная. Опять вот этот тамбурный шов, так как я делала в своей тунике Ивушка, да в принципе, как и в платье Серебряный дождь, которая в этом журнале. Вяжется, я думаю, очень просто. Вот этот воротничок отворачивается просто, вяжется прямо, отвернули, готов воротник. И соединяется, посмотрите, какие бусинки. Это по центру. Вот здесь вот. Я думаю, это не бусинки, а пуговички. Да, пуговички. Кстати, у меня есть такие же пуговички. Сейчас вам покажу. Вот они. Покупала на Алиэкспресс за копейки. Здесь 20 штук. Видите? Если интересно, постараюсь найти ссылку, поделюсь. Вот они, эти пуговички, на мой взгляд, прямо один в один в этой кофточке. Очень красивая. Вот эта мне очень нравится. Я повторюсь, то, что мне очень нравится, я буду подольше останавливаться. Дальше идет Светлана Волкодав, с собственной персоной. Посмотрите, какая прелесть. Очень красивая. Ну, у Светы я уже говорила, что мне очень нравится этот мастер, этот дизайнер. Мне нравится Света как человек. В общем, в этой персоне, наверное, все идеально. Опять в тренде. Учимся у мэтров. Вышивка по вязаному полотну. То, что мне тоже очень-очень хочется сделать. Новые модели появились в журнале МОД. Вот такое красивое украшение Лидии Киселевой. Просто шик. Очень красиво. Не знаю, как с описаниями. Кстати, журнал МОД можно посмотреть онлайн в интернете. Вот эта модель. Я просто в восторге от этой модели. Связанная крючком, по-моему. Нет, связанная спицами. Это спицы из Махера. Татьяна Оленик, автор. Видите, какой комплект. Палантин и вот такая кофточка. Я думаю, что это очень невесомая вещь. Шикарно. Очень красиво. Не знаю, как с узором. Похож, кстати, узор на узор из туники Ивушка. Но та вязана крючком. Здесь спицы. Очень красиво. Вот такая накидка. Татьяна Родионова. Опять накидка в стиле фри форм, я бы ее назвала. Вот ажурная кофточка на лето. С модной тенденцией. Видите? Вот этот вот рукав. Вяжется тоже, думаем, что легко. Очень легкий мотив. Украшено бусинами. Вот если сейчас приближу. В общем, можно связать. Прекрасная модель. Так. Летучая мышь называется только. Ага, вот Ольга Жукова, автор. Лариса Семерни или Семерни. Вот как это ударение поставить, не знаю. Тоже мне нравятся вот такие. Пончо, я бы назвала это. Татьяна Олейник, летучая мышь. Эксклюзивный креатив опять Татьяна Олейник. Очень хорошее цветовое решение. Такой вот, такая безрукавочка, жилетик даже. Людмила Нефедова. Красивое сочетание, градиент очень красивый. И вязаная нынче полоска, очень модная в этом сезоне. Людмила Кучер. Можно хорошо скомбинировать ниточки, остатки после каких-то работ. Вот такое красивое платье. Так, Галина. Развадовская. Первый раз слышу этого автора. Правильно прочитала? Развадовская. Вот опять едет пылесос. Сейчас отключусь на минуту. Так, идем дальше. Лены, ланная модель. Сколько новых девочек появилось. Вот такая модель спицами. Кстати, красивый рисунок. Можно и полувер связать таким рисунком. Вот он, кстати, вот эта кофточка, которая мне ну очень понравилась. Здесь, я думаю, что правильная схема. Она очень легкая и, как видите, очень эффектная. Еще если сделать хорошее сочетание, тамбурный шов. Просто красота. Так, здесь идут описания моделей. И на гамус. Да, я не ошиблась. Такое вот яркое лето. Модный силуэт. Людмила Кучер. Красивая вот эта вот завышенный перед. Опять Людмила Кучер. С такой вот кофточкой. Елена Ситникова. Девочки, вяжите. Еще раз остановлюсь. Все на канале есть. Каким крючком, какими нитками. Узор вот это косы. Как я вязала берет, как я вязала сумку на основании этого узора. Там есть даже дополнение к узору. Как, что я делаю. Единственное, я говорю, свяжите, найдите, как вяжется росток. Я же тоже так же искала. Это, кстати, мое первое платье. Вот регланом сверху с ростком. Этого полно на канале. Здесь обычный столбик с накидом. Все, другого здесь больше ничего нет. Платье без швов абсолютно. После стирки не вытягивается. Кто-то мне вот написал комментарий по поводу нового процесса. Что, типа, у вас же был опыт вязания с вискозой, она вытягивается. Девочки, это не вискоза. Это натуральная вытяжка из эвкалипта. Не путайте. Это вообще другое. Да, это троицкая фабрика. Ниточка, шелковый блеск. Натуральная ниточка, вытяжка из эвкалипта. Это не вискоза. И уже вчера я вот постирала, еще раз убедилась в том, что шелковый блеск, если вытягивается, не как вискоза. Совершенно незначительно. Просто петельки разглаживаются, встают на свои места, и за счет этого немножко увеличивается размер. Но ниточка не тянется. Вот такое женственное платье. Это Людмила Кучер. Кстати, вот идея для туники. Не обязательно вязать так. У всех разный вкус. Но взять вот эту часть, допустим, из туники можно. Много нареканий в сторону журнала мод, что неправильное описание. То есть, не знаю. Для меня журнал мод – это как идея. То есть, идея для воплощения. Если задаться желанием, можно связаться с автором. Эти авторы, как правило, есть в социальных сетях. Можно что-то найти в интернете. Похожие рисунки, похожие узоры. На ютубе очень много видеоуроков. Вяжите. Кому, кто хочет, тот всегда найдет и свяжет. Вот эта техника вязания на линейке. Очень хочу освоить. Просто очень нравится. Я за кадром даже чихнула. Как подтверждение тому, что просто хочу освоить это. Вот, видите. И на ютубе много информации, как это делается. Вот такой же палантин. По-моему, здесь вот написано вязание на шаблоне. Еще это, по-моему, брумстрик называется. Или бумстрик, господи. Уже боюсь говорить в камеру. Потому что не знаю точно. А то я сказала, вот обувь фирмы Райкера. Оказывается, Рикер, а не Райкер. Так что, простите за мой английский. Но обувь красивая. Так, вот, красивая и удобная. Вот такое вот решение. Видите, с такими... Это крючком. Как это назвать? Араны крючком. Красивое пальто от Ольги Масагутовой. У Оли есть свой канал. Она уже рассказывала об этой своей модели. Кому интересно, зайдите на ее канал. Светлана Валкада. Стиль Боха. Очень красивая модель. Ну, мне все нравится у Светы Валкада. Все буквально. Так. И вот такая модель Юлия Джонсон. Видите, написано на английском. Не знаю я такую мастерицу. Вот, знакомлюсь. Вышивка на вязаном полотне. Тоже очень хочу освоить. Вот, видите. Красота. То есть вяжем лицевой гладью и потом вышиваем по этой лицевой глади. И получается вот такая очень женственная и красивая модель. Римма Чернышова. По-моему, техника называется Интарсия. Это вязание из разных клубочков. Очень красиво. И вот эта модель. Так, Елена Вититина. Вот тоже не знаю я такую мастерицу. Очень красивая туника. Связанная спицами и вышивка по полотну. И здесь даже изнаночная гладь, вот как вы видите. Не только по лицу можно делать вышивку. И по изнаночной глади тоже. Очень красиво. Очень нравится эта модель. Еще раз. Елена Вититина. Новый автор. Светочка Волкодав своей собственной персоной. Тоже посмотрите. Казалось бы, такой просто очень легкий, элегантный я бы назвала узор. И вот дополнение. Жгут соединяющий, чтобы плечи не падали. Открытая спина. И вот этот элемент лилии. Очень красиво. Очень нравится. Очень хочу. Просто хочу. Опять модель с вышивкой по полотну. Светлана Иванова. Девочки, 28 минут. Я обещала вам еще пролистать один журнал. Я сделаю это в следующий раз. Будет такая небольшая завлекаловка. Вот он этот журнал. Пока переваривайте информацию. Журнал предыдущий выпуск. Я говорю, мне его вчера выдали. Потому что давно не была в редакции. Но здесь моих работ нет. Мы его с вами обязательно полистаем в следующем выпуске. Может быть, на днях я сделаю это. Кстати, напишите. Может быть, вам не интересно. И вы не хотите увидеть этот журнал. По вашим комментариям я пойму, нужно делать обзор этого журнала или не нужно. Теперь очень частый вопрос. Хорошо, что вспомнила. Вы все спрашиваете, где купить эти журналы. Я вчера задала вопрос в редакции. И мне ответили. Вот здесь вот титульная обложка. Ну, конец. Здесь все реквизиты журнала есть. Все. Здесь есть расчетный счет. Как сделать перевод. Вот, смотрите. Все есть. Как я раньше этого не видела. Я-то их не покупаю журналы. Я их получаю за публикации. Здесь все оплачиваете. И вот как это сделать. Это самая дешевая цена в журнале МОД. Если вы покупаете. Ну, в смысле, заказываете в редакции этот журнал. Здесь есть адрес журнала МОД. Я, кстати, тоже им пишу на этот имейл. Здесь есть их телефон. Здесь все, все есть. Единственное, что, конечно, если вы находитесь где-то далеко от Москвы, вы еще заплатите за пересылку. Это я так думаю. Но, кто любит журналы МОД, кто любит не только в интернете полазить, а вот подержать, полистать. Я знаю, что многие мастерицы именно вот любят сам этот процесс. За чашечкой кофе, за чашечкой чая, может быть, за чем-то покрепче. Взять журнал в руки и полистать. Поэтому, покупаем один единственный журнал. Или даже я сейчас вот просто вот так вот, ну не знаю, приближу что ли. Читайте, фиксируйте все вот эти все реквизиты, обращайтесь, делайте скриншоты, фото. Все здесь можно найти и заказать этот журнал. И он обязательно к вам придет. Все, мои хорошие, на этом я буду заканчивать это видео. Надеюсь, оно было интересным. Жду ваши комментарии, жду ваши вопросики. Всех люблю. И до новых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.